Собственно, давайте я попробую показать, как выглядит наш продукт. И расскажу сначала про основные интерфейсы. Собственно, сейчас мы видим начальную страницу. На начальной странице можно и настроить доступ к источникам, настроить сбор данных, обработку. И все это свести в некий ETL-пакет. Здесь же есть интерфейс, который позволяет контролировать последние процессы. Вот мы видим тут некий список. В демо-базе каждый час запускается получение информации для неких контакт-центров. Соответственно, мы можем, нажав вот такой контроль работы, посмотреть по последнему процессу, что именно получалось. И здесь достаточно подробный лог. Процесс состоит из двух стадий. На первой стадии подробно описано, как получались данные. И заняло это тут порядка 35 секунд. Получилось с помощью веб-сервиса 7000 строк. Они записались. Система проверила, что запись прошла. Передала на следующую стадию. И здесь, собственно, произошли два небольших шага. Удалились данные за предыдущий день и добавились записи за новый. На это потрачено 13 секунд. На это потрачено 0,3 секунды. Соответственно, все достаточно подробно логируется. И если что-то пойдет не так, то на начальной странице мы увидим вместо зеленого значка красный. Здесь будет ссылка, которая позволит наблюдать за тем, как происходил процесс, посмотреть логи и разбираться в ней. Значит, если же мы хотим настроить процесс, то все начинается с подключения к источнику. Как видите, здесь достаточно много разных типов подключения. Это и 1С, и Oracle, и MS-SQL и так далее. Собственно, здесь же мы можем посмотреть для этих источников или приемников, тут источники и приемники, посмотреть метаданные. То есть можно нажать «Показать структуру метаданных», увидеть некоторые таблицы и увидеть, собственно, некоторые поля. Эти метаданные мы собираемся серьезно развивать и, так сказать, отображать все больше и больше информации, в том числе в виде ER-диограммы и так далее. Также метаданные для 1С источников позволяют скачать конфигурацию, которая есть на стороне источника. И здесь возможно посмотреть прямо структуру всех документов, регистров и так далее, что достаточно удобно. Понятно, что ее надо периодически обновлять, так как база меняется. Но, в принципе, если нет доступа к самой базе источника, то здесь можно, в принципе, ознакомиться со структурой данных с помощью закачанных ранее метаданных. Собственно, для ускорения этого всего показа давайте я покажу сам ETL-пакет, как он выглядит. То есть можно его вывести в виде некой диаграммы, которая говорит, что процесс стартует по определенному расписанию. Это расписание достаточно широко настраивается, что процесс сообщает о своем завершении удачным или неудачным определенному списку получателей. И можно раскрыть этот пакет. Обычно он выглядит достаточно сложным, но здесь демон-примеры, поэтому здесь есть две основные стадии. Желтенькая – это состав выгрузки. Это сущность, которая объединяет набор источников однотипных. Их может быть сотни, тысячи однотипных источников. И правила получения данных. И на второй стадии, голубенькая, уже обрабатываются эти данные, как здесь нарисовано, получаются три итоговые таблицы. Это, видимо, по-разному сгруппированные данные, по-разному подготовленные. Если мы хотим посмотреть, как данные получаются, то мы можем нажать на список источников и видим здесь пять однотипных баз, из которых данные получаются. И можно посмотреть само правило. Так как в данном случае данные получаются из 1С, то в правиле мы увидим несложный 1С-запрос, который имеет определенные параметры от начала периода, конец. Параметры можно настраивать в достаточно широких пределах. Обычно они настраиваются на более высоком уровне, на уровне пакета. Но, собственно, можно настроить и на уровне, на котором мы сейчас находимся, а именно на уровне правила получения данных. Собственно, здесь могут быть просто некие значения. Например, здесь написано, что мы получаем данные с января 2016 года. И могут быть на языке 1С некоторые выражения. В частности, это выражение говорит о том, что мы должны получать данные до конца предыдущего года. Собственно, здесь достаточно много настроек по заполнению этих параметров. То есть, если мы хотим, например, заполнить данные помесячно, то мы просто выделяем необходимые нам месяцы, говорим, что периодичность месяц, нажимаем «Заполнить». И вот мы видим начало и конец периода с января по август заполнились. То есть, есть удобные механизмы формирования так называемых пакетов. То есть, данные сначала получатся с одними параметрами, потом с другими, с третьими, с четвертыми. Обычно это все, конечно, учитывается в запросе уже. Но когда нужно точечно получать данные, тогда вот настройка этих пакетов достаточно важна. Как мы видим, в запросе получаются определенные поля. Эти поля нужно записать в базу данных. Собственно, вот если нажать кнопку «Заполнить соответствие полей», то из запроса они поместятся сюда. Можно полям дать свои алиасы. То есть, кто любит все называть по-английски, пожалуйста, можно здесь назвать по-английски или наоборот назвать как более привычно пользователю. И система сама же предложит определенные типы данных. Они будут и в виде типов, которые понятны пользователю, и в виде типов с УБД, которые, собственно, для вот этого выбранной базы данных хранилища используются. Если пользователь хочет, он может поменять тип данных и, собственно, вот в эту таблицу, которая в данном случае уже создана. Но если она не создана, можно нажать «Создать», и по этим полям создастся таблица. Кроме тех шести полей, которые мы видим, в таблицу автоматически добавятся определенные служебные поля. Эти поля настраиваемые, то есть есть режим заполнения служебных полей. Эти поля берутся из справочника, источников, так называемый справочник. И обычно туда включаются данные. Из какой базы, из какой области, если это облачная структура, когда, то есть таймстэмп. И здесь можно какие-то свои атрибуты вставить, например, тестовая база, рабочая или архивная. И, собственно, получать данные уже с вот этим аудиторским следом. И это удобно и правильно для первичного слоя хранилища. Таким образом, не будем сохранять, таким образом, набор идентичных источников по структуре, запрос, все это вместе составляет состав выгрузки. Состав выгрузки можно настроить, в каком режиме он будет работать. Чаще всего данные либо просто добавляются, если мы получаем что-то из одной системы, из другой совершенно системы, из третьей. Соответственно, только первый раз надо что-то записать, а потом просто добавлять. Но если данные сразу получаются из группы однотипных источников, то чаще всего используется скопировать и добавить. Это для безопасного обновления данных. Система делает пустую структуру на основании той таблицы, которая уже как бы есть и заполнена. Для существующей таблицы присваивает суффикс, дата и время, когда это произошло. И, собственно, получает данные в пустую готовую таблицу. Если что-то пошло не так, всегда можно данные восстановить, собственно, переименовав архивную копию в нормальную и работать с несвежими, но уж точно полными данными. На следующей стадии вступает в действие обработка данных. Собственно, данные из вот этой таблицы, которая начисления, z в конце имеет суффикс, попадают в сценарий. Ну и вот здесь открывается новый интерфейс, то есть раньше все настраивалось с помощью вот такой таблиц и шагов в сценарии. Раньше можно было и самому писать код, ну и сейчас можно, а можно было уже пользоваться шаблонами. Здесь код уже закрыт, и вот, например, мэппинг полей, шаблон, который можно было использовать. Ну понятно, что этот интерфейс не особо прогрессивный, не особо удобный, и на наш взгляд вот такой интерфейс более соответствует моменту. Собственно, пользователь располагает некие обработчики, внутри настраивает в удобных интерфейсах, что должно происходить в этом обработчике, но в данном случае из всей совокупности полей выбирает только те поля, которые нужны, настраивает условия отбора и так далее. И здесь же пользователь может настроить определенные характеристики для этого набора, для этого узла, которые, собственно, собирают некое превью в структурах специальных, где логирование происходит. И вот здесь мы видим некое превью. И собирают дополнительную информацию о структуре самих данных. То есть вот аналитик настроил для четырех полей, в частности, вот одно поле experience, чтобы собиралась статистика. Эта статистика говорит, что в наборе всего около 2000 строк, что в наборе три уникальных значения, и мы их видим на гистограмме, да, нет и неизвестно. И также тут настроено, что, например, неизвестно, это означает, что это плохое качество данных. Соответственно, выводится красным, что данные не очень. Для вот начислений, удержаний строится своя гистограмма. Мы можем всегда какую-то часть этой гистограммы приблизить и рассмотреть более подробно с точки зрения, сколько строк по данным. Ну и тут, например, НДФЛ нам не нужен. Соответственно, его бы хорошо было отсеивать на предыдущей стадии. И поэтому вот здесь так настроено, что качество данных очень плохое. То есть сюда в данных попало достаточно много мусорных строк, которые содержат НДФЛ. Ну и с помощью вот такого интерфейса можно настраивать обработку, знакомиться с данными, ну и какие-то получать предварительные идеи по ускорению процесса. Собственно, вот если мы блок выполнения посмотрим, то мы видим тут времена выполнения. Соответственно, можно... Так, тут процесс простой. Около секунды делает первую стадию, и там меньше секунд все остальные стадии. Но, соответственно, есть более сложный процесс, где много данных. И этот лог позволяет выявить узкие горлышки у процесса и преодолеть их. Продолжение следует...